С этого Ньюс, да, мы, может быть, не всегда там правильно выбираем тональность, может быть, мы не всегда профессионально можем отработать какую-то тему, но мы всегда выступаем с позицией, где наши слова не расходятся с делами, где наша заявленная позиция не отличается от позиции, которую мы на самом деле проводим. Вот это самое важное. Мы честны со своей аудиторией. Вы можете сказать, ну, вы пропагандируете либертарианские взгляды. Да, мы пропагандируем либертарианские взгляды, и мы об этом заявляем. Вот у нас прямо написано, СВТВ, либертарианская СМИ, чтобы никаких сомнений не возникло. Мы честны со своей аудиторией. У нас есть ценности, у нас есть взгляды, и все, что мы публикуем, соотносится с нашими ценностями и с нашими взглядами в том виде, в котором мы их заявляем. Проблема Медузы, проблема либеральных СМИ заключается в том, что, с одной стороны, они претендуют на непредвзятость, но транслируют пропаганду, они выступают якобы в одной ситуации за свободу слова, а в другой ситуации оправдывают цензуру и лоббируют цензурные законы. Они избирательно подают новости для того, чтобы выгородить, скажем так, своих сукиных сыновей. И вот мы на эти вещи не можем не обращать внимания, потому что кто-то должен быть глазом выпиющим в пустыне, и СВТВ Ньюс выполняет эту функцию. Вы скажете, недостаточно хорошо, недостаточно изящно, я с вами соглашусь, недостаточно хорошо и недостаточно изящно нам удается это делать иногда. У нас очень маленький ресурс. Я думаю, месяц работы Медузы стоит столько, сколько существование СВТВ Ньюс будет стоить на протяжении 10 лет. Поэтому да, у нас не хватает людей для того, чтобы все делать по-моему. У нас не всегда хватает людей, чтобы написать изящную подводку, потому что человек постоянно работает под временным давлением, нам нужно высказываться на большое количество тем. Поэтому да, я согласен, не всегда получается это делать изящно. Но кроме нас этого не делает никто. Это причина, почему я завел с этого Ньюс. И каждый день, когда появляется новость про блокировку Телеграма в Бразилии, когда появляется новость как про Екатерину Морозову и ОВД-Инфо, когда появляется новость, которую игнорируют все остальные СМИ, а мы об этом пишем, я понимаю, мы не зря существуем. Я сделал правильное решение, что открылось ВТВ Ньюс, потому что если бы нас не было, информационное пространство стало бы беднее. Если бы нас не было, эта новость ушла бы в небытие. Если бы нас не было, русскоязычное медийное пространство было не просто беднее, а русский зритель был бы глупее от этого, если бы нашего голоса не звучало. Поэтому, да, мы не идеальны, мы стараемся работать лучше, и по мере того, как у нас будут появляться ресурсы, мы будем обязательно работать лучше. Сейчас вы... Я понимаю, что вам очень хочется рассматривать нас с той же планки, как вы рассматриваете Медузу, например. Вам очень хочется предъявлять нам те же стандарты, которые вы предъявляете большим СМИ. Но правда заключается в том, что наш ресурс, он не просто несопоставим, он не в 10 раз меньше, он не в 100 раз меньше, он в 1000 раз меньше. И при этом мы с этим ресурсом, который в 1000 раз меньше, выступаем с Медузой, выступаем с другими СМИ на равных по огромному количеству вопросов. Это наше большое достижение. И наше большое достижение в том, что действительно за эти полтора года, что SVTV News существует, мы не проигнорировали ни одной темы, потому что кому-то это было бы неудобно. Мы не опубликовали ни один текст, в котором бы пытались обмануть свою аудиторию или попытались ее манипулировать. Вот это наш стандарт качества, и это что-то, что СМИ с бюджетами в 1000 раз больше нашего. Это что-то, чем они не могут похвастаться. Вот. Поэтому спасибо вам, Сатанат. Ваши деньги пойдут на зарплаты сотрудникам SVTV News.